Ахи Кришна, дорогие преданные ученики, Капал Кришна Госвами, все преданные, семья Широпрапупады. Сегодня у нас уже 4 сентября. Вчера прошел у нас великолепный праздник, Исапудзе Гуру Махарджа. Было очень много народу, очень. У нас зал был полный забит, и людей было в два раза больше, чем в зале, и поэтому просто сделали такой проходной коридор, и люди просто кругами так ходили, чтобы посмотреть на Гуру Махарджа, потому что ни одного места не было свободно. Приехало очень много людей из разных стран, приехали из Америки, те, кстати, люди, которых, я помню, мы ездили в Америку, в Канаду, где мы останавливались, вот лидеры, приехали сами из Америки, из Канады приехали, из Украины тоже. Вот я одного знаю, вот мы сидели вместе, в Прабу, вот из Ровна. Потом из России приехали, ну из России представили у нас две Матаджи, две Матаджи представили нашу Россию. Это Ишани, город Москва, Ишамасаки Матаджи, это Санкт-Петербург. Ишамасаки Матаджи, она даже прочитала подношения нашему Гуру Махарджа. Ишани здесь со своим фотоаппаратом, теперь у нас будут хорошие снимки, хорошие кадры. Вот, в общем, со многих стран приехали, и Гуру Махарджа очень был доволен, конечно. Он устал, он очень сильно устал. Потом вечером он, в общем-то, был совсем уставший, там до кровати еле-еле-еле, и просто он упал на кровать, и все, вот, настолько был уставший. Сегодня утром, значит, Гуру Махардж, в общем-то, встал более-менее в бодром настроении, провел свои веса пуджу в комнате, и потом мы пошли на прогулку. Ну, пока мы шли на прогулку, я стал, говорю, ну, подбадрить Гуру Махарджу. Вот, и говорю, Гуру Махардж, всем, говорю, нравится, когда вы бегаете, говорю. Вот, и, говорю, даже преданные говорят, что можно любоваться, там, бесконечно можно любоваться, как Гуру Махардж у нас бегает. Ну, вот, кто сказал? Я говорю, как Махапуруша, говорю, вот, ты сама скажу, Махапуруша, Махапуруша, я говорю, да. И Гуру Махардж ничего не сказал, мы, значит, выходим на площадку, стали ходить-ходить, и потом, Гуру Махардж, ну, маленькую пробежечку, обычно мы там метра двадцать, и Гуру Махардж начал, Гуру Махардж начал там эту пробежечку, вместо этих двадцати, он, давай. Короче, целый круг такой, даже второй круг пошел. Это все для Махапуруша, слышишь меня, да? Вот, Махардж удовлетворяет твои желания и других преданных, которые, может, не написали, но тоже им нравится как. Сейчас Гуру Махардж выработал осанку, такую вот, бегать, вот, хорошо, сейчас у него же в беге все, ну, хорошо очень координируется, поэтому мы делаем пробежечки каждый раз, вот. И вот Гуру Махардж, представляете, он настолько готов удовлетворить каждого преданного, только что услышит и готов это сделать, и чтобы преданные были довольны. Вот как у нас Гуру Махардж. И когда мы занимаемся тоже, я, значит, ну, иногда не отдаю отчета, значит, увлекаюсь и говорю, Гуру Махардж, руки в сторону, потом наклон ниже, ниже. Теперь присесть, приседать, раз, и вернее, так не пойдет, приседать до конца, приседать, голову выше, и там, голову направо, налево. И вот, и, короче, подчиняется. А я выхожу в это такое состояние и ничего не понимаю, и не хочу понимать, потому что если я начну представлять, что это представитель, я вообще тогда слова не смогу сказать, я просто руки сложу и буду кланяться, и все. Это как, знаете, когда Арджуна с Кришной были друзья, а все у них хорошо, все хорошо проходили. И потом он, когда попросил Арджуну показать свою вселенскую форму, и когда он увидел, что Господь это действительно Господь, из чего все исходит, и он увидел его вселенскую форму, тысячи-тысячи всех этих браков, всех этих полбогов, всех этих голов, он так испугался, все сияние, свет, вся вселенная, все вселенные. И он просто испугался и говорит, Господь, давай быстренько назад, я не хочу видеть такую форму, вернись, пожалуйста, как ты был, потому что сразу отношения нарушились, сразу отдалились, потому что как мы будем общаться, вернись, пожалуйста, и я не хочу помнить эту форму. Вот, пускай остаются те наши отношения. И Господь сам вернулся в это отношение, потому что ему нравятся отношения вот такие, дружеские отношения. И он с любовью выполнял роль возничего, да, и когда Арджуна говорил, ну-ка, Кришна, выведи меня между двумя армией, и Кришна выводит, и с таким удовольствием служит своему преданному. Вот, и то же самое я так отметил, что Гурман Махач, он так поддается, и так очень выполняет все, и с таким удовольствием. И я только потом, когда мы закончим, я думаю, боже мой, как он меня ни нагнал, ни прогнал за мой такой тон, такой вот, такой напористость. Вот, а он такой добрый, и как бы, вот, смотрит, и все это, с таким, знаете, с удовольствием даже делать то, что вот я говорю. Вот, и тем более я вспоминаю сейчас вот на Весопудже, помните, когда я высылал там, как раз, когда Гурман Махач шел на Весопудже, в аудиторию, да, вот, и как его там, ну, провожали его, провожали под гимны, браманы гимны пели. Люди не протолкнутся, я хотел там видео снять, еле-еле, не пробиться. Возле него только такие преданные, очень такие старые, взрослые, сильные преданные, очень возвышенные, только вокруг него. И там на Весопудже, туда не, я даже не стал туда подходить, потому что Гуру, кто такой я, Гуру Махача, такая величина здесь, настолько ему все преданные, благодарные. Вот, он только 15 храмов только построил сам здесь, вот, и плюс еще участвовал там, 19 или сколько там уже храмов здесь, в Дели, вот, и мы еще все храмы не объездили здесь в Дели. И ему настолько все благодарны. И вот этот храм, который здесь, где же были вот эти скалы, горы, скалы, вернее, эти, камни, и пустырь здесь был. Вот, и Гуру Махач выстроил все это, это было построено, эта земля была отбита все-таки, построена, и все с участием Гуру Махача, поэтому все преклоняются перед ним, и говорят, на самом деле, ну, все держится на Гуру Махача, они настолько благодарны, и возле него самые такие преданные, самые возвышенные. Думаю, куда я лезть, я сел, сижу, только наблюдал, и радовался за Гуру Махача, радовался, что вот его так, знаете, восхваляют, возносят, что все благодарны ему, и я радовался. Только в конце, когда он вставал, уходить, я подошел, потому что нужно было. Я знаю, как можно помочь, и в какой момент ему надо подставить руку, потому что долго сидел Махача, может просто упасть, вот, резко. Вот, и я вспомнил это положение, думаю, я вот в таком положении, если я буду помнить, я никогда не смогу подойти к Гуру Махачу, и что-то там сказать, а ну-ка сядь, протяни руку, ну-ка там присядь, ну-ка голову лево, вправо, выше, вот, я не смогу. Поэтому я забываю вот это его положение, и Гуру Махач мне сам помогает, он становится домашний, ласковый, все уходят, мы закрываемся в комнате, и он мне говорит, ну, давай, давай, типа, вот это, все, расслабляйся, все, я тут вот твой, давай, командуй, ной. И так у нас проходят занятия. Представляете, такие экстатические такие моменты с Гуру Махача. С одной стороны, он такой может стать, я говорю, может когда-то так, проявить свою форму какую-то тем людям, которые уже, у которых вера настолько сильна, он может и проявить свою. Он представитель Господа, и тем более такой представитель Широпа Пупады, который, в общем, исполняет безукоризненно все его наставления. В общем, величина нашего Гуру Махача все растет и растет в моих глазах. И я вот, как бы, когда стараюсь забыть на какой-то момент, когда с ним занимаюсь, потому что невозможно будет мне даже что-то сказать ему, повернись или нагнись, или там по демировке, вот, как можно сказать, такой личности. Приходится вот к Гуру Махарадзе приходить на такие отношения, вот, и поддаваться своим преданным и получать от этого удовольствие. Ну вот, такой немножко наши такие игры с Гуру Махарадзе, игры и отношения наши, чтобы вы больше видели, понимали Гуру Махарадзе, чтобы больше раскрывался, вот, понимали, что наш Махарадзе очень много граны. Много граны и таких же преданных собрал вокруг себя, тоже удивительных преданных. Вот, столько удивительных преданных я встречаю, вот, здесь его учеников. Ну, а, дорогие преданные, сегодня мы уезжаем, ну, по крайней мере, я уезжаю в Вриндаван, в Гуру Махарадзе, или вечером, или завтра утром обещался приехать в Вриндаван, а я пораньше поеду, потому что Гавардкана нужно обходить, там, еще что-то там, посвятить все эти места, и Гуру Махарадзе мне посылает пораньше, иди, говорит, там, ты хотел, уже рвался на Радхакунду, вот, и на Гавардкан сходи, а я чуть попозже приеду. Вот, в общем, вот, наверное, уже встретимся на... Если Гуру Махарадзе приедет завтра, ну, наверное, все-таки больше завтра, вот, ну, вот, там мы еще будем. Потом я уже, дорогие преданные, с 7-го я уезжаю, вот, мне надо там сейчас ехать в дела в Санкт-Петербурге, поэтому, потом все-таки я, наверное, вернусь сюда обратно, вот, ну, вот, а с 7-го я уезжаю уже, поэтому не смогу уже передавать вот эти... Ну, здесь будет и Шаня еще какое-то время, вот, она будет фотографировать, находиться с Гуру Махарадзе. Харик Речный, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны.